Двенадцатилетний Владимир Польшин показывает мастерство защиты футбольных ворот. Юный спортсмен тренируется в Донецком Шахтере вот уже седьмой год. Но на кубке Игоря Акинфеева Владимир, как его родной клуб, дебютанты. Настроение как бы отличное, атмосфера просто супер. Как бы хочется победить очень сильно. Сильное желание победить испытывают и эти юные спортсмены. Воспитанники футбольных академий четырех стран. Это Россия, Белоруссия, Казахстана и Узбекистана. Они собрались на поле стадиона «Новые Химки», чтобы поприветствовать друг друга и гостей кубка Игоря Акинфеева. Состязание проводится в шестой раз в истории и второй раз в Химках. Калининград, Владивосток, Казахстан, Узбекистан, Беларусь. Мы с каждым годом стараемся географию расширить. Ну и, конечно, не менее важный принцип – это привлечь действительно статусной академии, чтобы футбол был максимально интересным и дети, которые участвуют в соревнованиях, приобрели максимальный опыт, который возможен. Спортивный опыт эти будущие звезды мирового футбола получат еще и благодаря необычной программе турнира. Кроме классических футбольных баталий, их ждут и Кипербол, и Кипербаттл. В первом случае это авторский формат, разработанный Игорем Акинфеевым и его командой. А Кипербаттл представляет собой серии пенальти, в которых участвуют только вратари. Игорь Акинфеев, легенда ЦСКА и сборной России по футболу. Каждый мальчишка мечтал играть в воротах так, как это делал он, и, соответственно, отражать пенальти, как их отражал он. Давай! Это сложно. Впрочем, этих ребят сложности не пугают. В течение четырех дней юные футболисты будут сражаться за звание лучшей команды турнира. Причем судейский состав соревнований самого высокого футбольного ранга. Работать на детских соревнованиях – это всегда большое удовольствие, большой кайф. В том числе для судей, потому что детей заряжаются эмоциями, заряжаются тем драйвом, который дети испытывают и который несут нам, болельщикам, своим родителям. Раньше был нападающим. Нападающим мне понравилось. Попробовал встать на ворота и понял, что я влюбился в эту позицию. Вратарь Игорь Акинфеев для юных футболистов пример для подражания. Он посетит церемонию награждения победителей турнира. Призы вручат 21 августа на стадионе Родина, сразу после еще одного сюрприза от организаторов – товарищского матча между легендарными футболистами «Спартака» и «ЦСКА». Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.